Здравствуйте! В эфире «Моя Караганда». Сегодня я расскажу вам о событиях сентября прошлых лет. 1953 год. Недавно на улицах Караганды появились первые красивые и комфортабельные автомобили марки «Зим». Последняя новинка автомобильного производства. Такую машину в августе купил главный механик шахты имени Кирова товарищ Сипович. К 1 января 1954 года личный автопарк Караганды увеличится еще на 400 автомобилей «Победа», «Москвич» и «Зим». 1953 год. Во Дворце культуры горняков состоялся концерт солистов Государственного академического Большого театра Союзов СССР. С большим вниманием трудящиеся Караганды прослушали арию князя из оперы Наргомышского «Русалка» и песню «Леля» из оперы римского Корсакова «Снегурочка». Сегодня артисты выступят с концертом в клубе «Шахта имени Кирова». В ночь на 16 сентября 1953 года из дома по улице Грибоедова в Старом Горде ушел Мерин к гнедой масти. На лбу Лысина Мерину 4 года. Лиц, знающих его местонахождение, просим сообщить по адресу улица Грибоедова, 8. В 1963 год исполком Карагандинского городского совета депутатов трудящихся вынес решение об отмене пользования звуковыми сигналами на автотранспорте. В целях улучшения условий труда и отдыха трудящихся города водителям всех видов транспорта запрещается пользоваться звуковыми сигналами в черте нового города. 1963 год. Карагандинский шахтер принимал на своем поле одесский черноморец. Гости входят в лидирующую пятерку чемпионата страны. В упорной борьбе победа досталась карагандинским футболистам. Мечи у горняков провели Олег Игнатьев и Виктор Абгольц. Хорошее воротарское искусство продемонстрировал галкипер шахтера Гелий Шершевский. 1963 год. Карагандинский пассажирский парк пополнился новинкой. Из Братской Венгрии поступил дизельный поезд для пригородного сообщения. Это первый дизель в нашем городе. Вагоны соединены с кабиной водителя радиосвязью. Поезд рассчитан на 272 сидящих места и имеет максимальную скорость 120 км в час. Одним из первых за пульт управления дизельного поезда сел машинист Михаил Плотников. 1973 год. Во дворце спорта Октябрьский состоятся показательные выступления ведущих фигуристов Советского Союза. В них примут участие многократные чемпионы мира в парном катании Ирина Роднина и Александр Зайцев. Кассы дворца спорта работают с 10 часов утра. 1983 год. Одну из крупных побед в своей истории одержали футболисты карагандинского шахтера. В матче с алматинской командой «Скиф» горняки забили 8 голов, два из которых на счету лучшего бомбардира горняков Николая Гомбердиева. 8-1 в пользу шахтера. С таким счетом завершился этот матч. 1993 год. В связи с распространением эпидемии холеры, руководство нашей области предпринимает все возможные меры для недопущения распространения ее в Карганде. Запрещаются командировки специалистов в Китае, Турцию, Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан. Запрещен также прием делегаций специалистов из этих стран и стран, сопредельных с ними. 1993 год. Стартовал розыгрыш Кубка Междунациональной хоккейной лиги. Впервые в своей истории карагандинские хоккеисты встретились с сильнейшей командой России, московским «Динамо». В упорной борьбе наша команда уступила с отсчетом 4-7, вопреки прогнозам скептиков о разгромном поражении. Индивидуальным мастерством блеснул капитан карагандинской команды Михаил Петров. 1993 год. Глава областной администрации Петр Нефедов вынес распоряжение о мерах по реализации национальной программы разгосударствления и приватизации государственной собственности. Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя главы областной администрации, председателя комитета по государственному имуществу Камалтина Мухамеджанова. Ну а это хорошо, завытое старое. Встретимся в будущем.